Привет, друзья! В этом видео я вам покажу идиотов на австралийских дорогах. Ни для кого не секрет, что во многих странах существуют какие-то свои особенности, национальные особенности дорожного движения. Например, во Франции безбашенно паркуются, на Кипре безбашенно носятся, а во многих азиатских странах вообще отсутствуют какие-то элементарные правила дорожного движения. Этим не отличается и Австралия. Я сделал специальную подборку, чем Австралия выделяется от других стран. Надеюсь, это видео будет интересно для тех, кто собирается приехать в Австралию или вообще просто посмотреть, что же творится на австралийских дорогах. Итак, поехали! Самые опасные, на мой взгляд, аварии происходят во время правого поворота. Да, это в России ходить и поворачивать налево очень опасно, но в Австралии с ее противоположным движением очень опасен именно правый поворот. Сам я был в подобной аварии, видел очень много аварий, которые случаются по такому типу. Так что, ребята, если приедете в Австралию, то, пожалуйста, будьте внимательны и осторожны, особенно в вечернее время суток. С этим также связаны и туристы. Это следующая большая группа. Дело в том, что, приехав в Австралию, вы можете в течение трех месяцев ездить по своим правам. Очень много приезжает европейцев и американцев, и как результат, видите, люди очень часто выезжают навстречу. Не потому, что они хотят кого-то обидеть, хотят кого-то оскорбить, просто вот так вот машинально у них работает. Причем, большинство знаков в Австралии сзади подписано, что wrong way, go back, особенно это касается въезда на Мотовый. Но, к счастью, таких аварий случается не очень много. Но иногда также и женщины делают такие идиотские маневры, думая, что я проеду, что здесь буквально несколько метров проехать, а если у вас нет места, то вы можете подвинуться или, в конце концов, подождать. И невелика потеря. Между прочим, очень многие туристы покупают вот такие вот Mitsubishi Pajero, потому что они, наверное, самые дешевые. И в течение трех месяцев гоняют на этих машинах, и видите, что в результате происходит. Так что, ребят, будьте внимательны, так как в Австралии действительно очень много туристов. Ну, конечно, в Австралии есть и свои гонщики, и свои идиоты. Я специально не стал подбирать очень много вот таких аварий, потому что они случаются везде, во всей стране, во всех странах. И Австралия в этом плане не отличается. Очень многое также тюкается где-то на перекрестках, машины целуются. И, собственно, да, не стоит на это тратить время. Следующая большая категория – это хулиганы, которые любят подымить, поделать бублики на австралийских перекрестках. Вот, смотрите, какие идиоты. Но эта затея очень-очень опасная. Несмотря на то, что в Австралии все-таки очень мало еще машин, которые пользуются регистраторами, но если полиция увидит такую машину, увидит номер, то сразу штраф 2 в 3 тысячи будет. А вот теперь послушайте, как происходит разбор с типичными идиотами. Субтитры создавал DimaTorzok и правильно, что эти ребята не стали связываться. В основном так хамят арабы, потому что они сами по натуре горячие, но драк на дорогах очень-очень редко происходит, потому что авария – авария, но причине интересных увечий умышленной – это, конечно, совсем другая статья. Кстати, в Австралии очень немногие гоняют подобным образом. Это я специально вам решил показать, что, в принципе, такое случается, но не настолько часто, как это происходит в России, в европейских странах. Почему? Да потому что полиция выныривает буквально ниоткуда. Несмотря на то, что очень, вы видите, пожалуйста, проехал, тут же за ним уцепились в погоню. Очень много полицейских машин, которые никак не промаркированы, не пронумерованы, никаких у них нет шашечек. Вот, пожалуйста, еще один попал, попадался. Это тоже будет штраф, так, наверное, в районе 300-500 долларов. Вот даже за мотоциклистами ездит. Специально сделал вставку, потому что обычно за мотоциклистами полицейские не ездят. Мотоциклисты, но раз носятся с такой бешеной скоростью, там чуть ли не по 30 км в час, и пофигу, полиция даже на них совершенно не реагирует. А толку их догонять, все равно их не догонишь. Вот, пожалуйста, впереди видели, проехал на красный, вот тут же за ним увязался погоня. Вот человеку повезло. Причем иногда сами полицейские тоже такое. Тоже отчебучивает. Всякое на дороге бывает. Еще одна большая группа, это таксисты, которые высаживают народ прямо на дороге. Даже не обязательно таксисты, просто вот видите, чуваку как повезло. О, пробежка небольшая. В последнее время такого стало меньше, потому что больше ездит Uber или Ola, но те водители, они стараются как бы сохранять свою репутацию, чтобы на них не жаловались. А вот такие вот товарищи, в принципе, встречаются. В основном этим грешат индусы, этим грешат арабы. Это, да, к сожалению, такое происходит. Очень неприятно вы едете, а там перед вами кто-то что-то выставляет. Вот, в последнее время, какая большая проблема. Это доставщики пиццы. Они ездят еле-еле. Это же вообще такой караул, просто жутко. Во! Следующая большая группа, ребят, это вот таких вот чудаков, которые могут менять полосы без предупреждения как-то перед вами вставать. Причем я заметил, что в разных штатах Австралии ездят по-разному. Допустим, когда я жил в Сиднее, такие случаи проявлялись очень редко. Но когда я приехал к Уисленд, сплошь и рядом. Перед вами кто-то встает, перед вами кто-то встраивается. Вот видите, такое, вот раз, поехал. Вот, ну, в Сиднее такого не было. В Сиднее, конечно, более агрессивное движение, но вот таких вот идиотов не было. Ладно, ребят. Следующая огромная группа, это, наверное, вторая по самой опасности, и это азиаты. Азиаты на дорогах творят просто чудеса. Я не знаю, откуда они приехали, особенно если это Камри. Особенно если это Камри какого-то бежевого или золотистого цвета, 99% там будет сидеть индус, который совершенно то ли не знает правил, то ли не хочет ездить по правилам. Вот видите, пожалуйста, вот повернул на красный свет, то есть для нее совершенно нет никаких светофоров. Если вы не верите, что это азиаты, сейчас вот подъедем, вы сможете сами посмотреть, кто сидел за рулем. Вот видите, абсолютно пофигу. То есть эти люди могут творить абсолютно чего угодно. Я не знаю, откуда они приехали, с каких стран, где правил, наверное, вообще никаких не действует. Но, в общем, ребят азиатов здесь не любят, потому что от них можно ожидать абсолютно чего угодно. Мне однажды азиатка подвинулась прямо на парковке, мою машину давай двигать, причем я когда вышел, я ей говорю, эй, что ты делаешь? Я еду, она, ой, вы меня приперли, это вы меня подвинули, представляете? То есть абсолютно люди, с которыми совершенно не стоит даже как-то договариваться, потому что они ничего не понимают. Ладно, ребят, самые опасные на австралийских дорогах это трейдисы. Это люди, которые занимаются своим бизнесом, переводятся как ИП, это всякие водопроводчики, электрики, сантехники, маляры. Эти люди покупают вот такие вот юты, машины, где возят свой инструмент, свой скраб, и вот они просто буквально безбашенно носятся. Они носятся не потому, что они хотят кого-то обидеть, или кого-то оскорбить, или сам они выпендриваются, просто они везде и всегда опаздывают. Эти люди могут работать по 18 часов в день, брать кучу заказов, ездить с мобильником одновременно, или говорить или кому-то писать текстовые сообщения, что в Австралии наказывается очень большим рублем, точнее австралийским долларом. Так что, ребят, если вы будете жить в Австралии и увидите вот один из таких ютов, ребят, потенциально знаете, что за рулем сидит придурок. Можете ожидать чего угодно. Но Австралия не была бы Австралии, если бы люди не реагировали соответствующе. Вот еще один прикол. Кстати, на селе такого случается сплошь и рядом. Кто-то где-то посадил трактор, кто-то где-то застрял. В принципе, тема для отдельного видео. Послушайте, как австралийцы реагируют на обидчиков. По обиду австралийцы с рук просто так не спускают. Австралы не были Австралами, если бы не было вот такого. Ну вот, ребят, такое у нас получилось видео. Если оно вам понравилось и вы хотите продолжение, то не стесняйтесь на лайки. Оставляйте ваши комментарии и, пожалуйста, напишите, кто больше всего причиняет неудобств на ваших дорогах, в вашей стране. Будет очень интересно узнать. И, как обычно, подписывайтесь на канал, бейте в колокольчик. А я благодарю вас за просмотр. И, ребят, пожалуйста, будьте аккуратнее на дорогах. Всего вам самого наилучшего. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok